Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник в 15.00 по московскому времени. В ходе этого вебинара я предлагаю разобрать тему, которая будет интересна вам. Поэтому в нашем телеграм-канале буквально после этого выпуска мы запустим голосование. Предложим сразу несколько топиков на выбор. Соответственно, тот, который наберет больше всего ваших голосов, станет основной темой в ходе моего предстоящего выступления. С большим удовольствием, друзья, буду вас всех сегодня наблюдать. Если появятся вопросы о входе самого вебинара, вы их всегда можете прямо в режиме онлайн задать. Мне я с большим удовольствием на них отвечу. Ну что ж, вкратце, это неделя. Какие отчеты мы ожидаем? Я думаю то, что мы очень долго уже обходим стороной британскую валюту. И поскольку впереди сразу несколько релизов из Британии, скорее всего, будет уместно добавить фунт в наш инвестиционный портфель. Буквально завтра мы будем ждать данные по британскому рынку труда. И, соответственно, в ходе завтрашнего брифинга я предлагаю сделать акцент на британский валютный актив. И если мы в моменте найдем хорошие уровни, хороший фундаментальный бэкграунд, то сможем и этот инструмент включить в число разбираемых активов. Также завтра выйдет отчет ОПЕК по соотношению спроса и предложения. Попробуем оценить динамику общих показателей хеддобычи. За рынком нефти мы следим довольно-таки давно, поэтому любой новостной фон, который связан с данной тематикой, он, конечно же, представляет интерес для всех трейдеров, которые сейчас делают акцент для рынка нефти. Мы не рчатим. Напомню, что, ну, по крайней мере, я и подсвечиваю вам бэкграунд того, что нефть сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. И на стороне продавцов все еще рыночный сантиметр. Большинство трейдеров находятся в длинных позициях, и мы также сохраняем пока шорт сливопориентированными в 75 долларов за баррель. Среда, пожалуй, самый интересный день этой недели. В среду, помимо того, что выйдут данные по инфляции в Китае, мы будем анализировать статистику по инфляции в США. Кроме того, в среду состоится заседание американского регулятора. Ну, понятное дело, что в этот раз от Федрезерва мы не ждем никаких действий, ходов по изменению ключевой процентной ставки. Но это будет заседание после того, как опубликуются данные по инфляции. Поэтому будет крайне интересно послушать на пресс-конференции руководство американского регулятора, потому что точно будут какие-то анонсы, дорожные карты того, что со ключевой процентной ставкой может произойти дальше. Мы к этому вопросу сейчас вернемся по поводу перспектив изменения ключевой процентной ставки, когда переключимся на анализы индекса доллара. В четверг тоже инфляционные данные из США. Индекс цен производителей промышленной инфляции. Я уверен, тоже этот релиз добавит волатильности на рынок, поэтому скучать, в принципе, не придется прямо до конца недели. И в пятницу заседание Банка Японии. Прямо сейчас пара доллар-иена снова оказалась в зоне интервенции, то есть выше 157 иен за доллар. И если Банк Японии хочет последовать делом за словом, потому что и Минфин, и Банк Японии ранее предупреждали, что они внимательно следят за валютным курсом и при необходимости готовы мешаться, я считаю, что заседание Банка Японии – это идеальная фундаментальная среда, к которой готовятся трейдеры, чтобы сделать какие-то заявления, значимые для рынка, и спровоцировать изменения валютного курса именно в том порядке и в том формате, которым необходимы японскому регулятору. Ну и теперь по порядку и вкратце. Индекс доллара 105.18. Друзья, как плохо складывалось начало прошлой недели. Мы сначала дождались отчета по количеству открытых вакансий от JOLTS, потом был слабый индекс промышленного сектора от ISM, потом слабый отчет по EDP, и вроде бы как на этой фундаментальной среде было логично предположить, что разочаруют и официальные данные по Non-Farm Perils, и, соответственно, окажут еще большее давление на американский доллар, поскольку на рынке будет больше сомнений в том, что ФРС станет откладывать смягчение экономической политики на более поздний период. Но я все-таки предложил вам держать козырь в руководках, потому что мы его можем задействовать в пятницу, когда выйдут данные по Non-Farm Perils. И несмотря на присутствующие на рынке прогнозы ожидания, статистика может оказать очень обнадеживающие для покупателей и в итоге поддержать позиции американского доллара. Так, друзья, оно и получилось. По факту выхода данных по Non-Farm Perils, количество новых рабочих мест, созданных в прошлом месяце, составило 272 тысячи. Прогноз предполагал рост показателя на 185 тысячи. Причем, если сравнивать с показателем двухмесячной давности, он был пересмотрен в худшую сторону, до 165 тысячи. Я позволю себе немного округлить, и можно сказать, что данные по Non-Farm Perils, по занятости, которые мы получили за прошлый месяц, они практически вдвое оказались лучше, чем два месяца назад. Самый важный компонент, на который, безусловно, сейчас нужно обратить внимание, это динамика роста средней заработной платы, потому что она выросла с 3,9% до 4,1%. Рост заработной платы – это, по сути, предвестник того, что будет расти потребительская активность и будут вноситься положительные изменения в данные по инфляции. То есть потенциально она будет расти, а вместе с усилением инфляционных рисков на рынок придет еще больше уверенности в том, что Федрезерву не стоит торопиться и не стоит на текущем этапе корректировать монетарную политику. Лучше пока оставить ключевую процентную ставку на прежней отметке 5,5%. Инструмент FedWatch Tool, который сейчас оценивает вероятность снижения ставки в сентябре в 43,4%. Для сравнения, еще в начале прошлой недели, особенно когда вышел слабый отчет по ISM производственного сектора, вероятность снижения процентной ставки выросла до 57%. Посмотрите, почти на 15% изменения. Это еще не предел. Если в эту среду мы увидим сюрприз от данных по инфляции и она окажется на более высоких значениях, то тогда мы с вами благополучно будем перекладывать вероятность или срок первого снижения процентной ставки с сентября на более поздний период. Отсюда делаем вывод, что доллар обоснованно растет. У доллара солидная фундаментальная поддержка. И эта поддержка будет и дальше способствовать тому, чтобы он укреплял свои позиции. Что касается золота, 2295 долларов за тройскую унцию. Понятное дело, что если вырос индекс доллара, соответственно, изменились рыночные настроения касательно изменения ключевой процентной ставки. Это значит то, что вниз пошли, точнее, снова подросли доходности американских облигаций. Сейчас по десятилеткам уже показатель 4,45%. Это намного выше, чем локальные минимумы, которые были зафиксированы в середине прошлой недели. Это еще не предел. В ближайшие торговые сессии, еще до заседания Федерезерва, еще до выхода данных по инфляции, я ожидаю, что доходность трежерис восстановится снова к уровню 4,6%. Это потенциально будет оказывать давление на золото. И сейчас на стороне продавцов золота также рыночный сентимент. Наконец-таки мы достигли вот этих пограничных экстремумов, на которые очень часто делаем акцент. 70-30-70% трейдеров сейчас находятся в длинных позициях. Поэтому я для себя принял решение пока что золото ошартить. Евро против доллара 1,0758. От локальных максимумов уже провалились на 150 пунктов. Для начала стоит вспомнить заседание Европейского центрального банка, где ставку снизили на 25 байсных пунктов. Это решение было ожидаемо, мы к нему готовились. Но если бы не доллар, который пока не очень хотел расти большую часть прошлой недели, то европейская валюта уже давно бы картировалась на уровнях, сопоставимых с теми, которые мы видим сейчас. Но поскольку у нас прям на поверхности факт начатого смягчения европейской монетарной политики, анонсы ожидания того, что ставка будет снижена дальше и в сентябре, скорее всего, и в декабре еще дважды, то есть потенциально Европейский центральный банк даже на следующем этапе смягчения экономической политики может опередить ФРС. И в этих условиях евро, скорее всего, и дальше будет снижаться, испытывая давление и со стороны национального фундаментального фона, и со стороны укрепляющегося американского доллара. Доллар канадец и здесь тоже отработка нашей идеи 1,3770. Помимо доллара, помимо решения снизить ключевую процентную ставку впервые за 4 года со стороны канадского регулятора, мы делаем большой акцент еще на крайне слабый фундаментальный фон из Канады. Ну, во-первых, то, что инфляция остается в пределах целевого диапазона от 1 до 3%, это дает возможность канадскому регулятору продолжить снижать процентную ставку, и канадский регулятор, в принципе, сделал акцент на то, что в июле ставка снова может быть снижена. Ну, последние данные, пятничные по рынку труда, меня убедили в том, что без смягчения экономической политики канадский регулятор уже не обойдется. Уровень безработицы вырос с 6,1 до 6,2%, причем целевой отметкой для Банка Канады является уровень безработицы на значение 5%, и сейчас мы видим фактически цифры выше. А занятость, я думаю, что вы сами видели, тоже хуже некуда. 26 тысяч новых рабочих мест сопоставляем с показателями двухмесячной давности, когда рост был 90 тысяч. Здесь есть о чему расстроиться и почему нужно сделать акцент на дальнейший рост валютной пары. Доллар иена 157.15. Ждем заседания Банка Японии в пятницу на прошлой неделе. Банк Японии намекнул нам на готовность изменить объемы программы количественного смягчения. Если это произойдет в эту пятницу, то тогда японская иена снова получит солидную поддержку. Американский фондовый рынок S&P 500 и по-прежнему оптимист. Тренд продолжится и ждем движения в район 5500 пунктов. Полагаю, что до этой цели мы доберемся гораздо раньше, чем многие из вас, друзья, могут представить. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok